Добрый вечер, уважаемые друзья! А кому-то добрый день и доброе утро! Сегодня в рамках клубного объединения книгачей я, руководитель этого клубного объединения, провожу музыкальный вечер. Музыкальный вечер, который называется «Композитор на все времена». И он посвящен будет легендарному человеку, участнику Великой Отечественной войны, почетному гражданину Екатеринбурга и Свердловской области, народному артисту России, автору более 200 песен, которые вошли в Золотой фонд Отечественной песенной культуры и которые звучат не только в России, но и во многих странах мира. Как вы многие уже успели догадаться, что сегодня у нас речь пойдет об уральском композиторе, Евгении Павловиче Радыгине. Указом губернатора Свердловской области 2020 год объявлен годом композитора Радыгина, которому исполнилось в этом году 95 лет. Евгений Павлович родился 16 февраля 1925 года в небольшом уральском рабочем поселке Чусабом Пермской области в семье бухгалтера Павла Александровича и домохозяйки Елены Николаевны Радыгиной. Это событие центральная газета «Уральский рабочий» не отметила никак, поскольку, наверное, в то время это был понедельник. Детство Евгения прошло в соседнем городе Лысьво. Рос он мальчиком бойким, увлекался чтением, шахматами, фотографии вырезал из дерева фигурки зверей. В пятом классе у него стали проявляться математические способности. Он мог в уме складывать треузначные числа, чем немало удивлял как своих сверстников, так и преподавателей. Одним словом, можно сказать, он был разносторонне развитым ребенком. И, конечно, он не мог не оказаться в стороне от музыки. Наверное, в этом были виноваты Гены, потому что оба родителя будущего композитора были музыкально одарены. Играли на баяне, играли на гитаре и прекрасно исполняли песни. В 9 лет Женя стал ходить в музыкальную школу. По классу портепиано он учился у преподавателя Лазовской. Но получить систематического музыкального образования ему не удалось. Спустя два года, в 1937 году, он вместе с семьей переезжает в другой, уральский город, который называется Нижняя Салда. Однако в этом городе не было музыкальной школы. А соседняя, самая близлежащая, находилась в Нижнем Тагиле. И добираться до нее было очень трудно, и не было сил и средств. В то время мечтой Евгения это был баян. И вот его отец, Павел Александрович, решил исполнить мечту своего единственного ребенка. И купил ему желаемый музыкальный инструмент. Однако пришлось продать корову. Вы знаете, что корова это была всегда, да, кормилица, да. Радыгин освоил баян очень быстро. И не мудрено, потому что он узнал музыкальную грамоту в то время. В это же время его приглашают в известный в городе самодеятельный коллектив под руководством Михаила Староорлецкого. В репертуар этого коллектива входили как популярные мелодии, так и произведения композиторов классиков. Именно в предвоенные годы мальчик так мастерски овладел игрой на баяне, что ни одна свадьба, ни один музыкальный вечер в Доме культуры, ни одни танцы не проходили без Евгения. С началом Великой Отечественной войны изменились и обязанности в коллективе, потому что руководитель Михаил Староорлецкий ушел на фронт. И все руководство ансамблем он передал, как вы думаете, кому? 16-летнему подростку. И Евгению пришлось не только руководить, но и также он был солистом-баянистом. И надо сказать, он с этим возложенными на него обязанностями справился, она отлично. Коллектив продолжал существовать, они выступали и в цехах, и в заводах, и в домах культуры, и перед ранеными, которые стали появляться в городе. И вот в мае 1942 года в Нижнюю Салду на гастроли приезжает московский профсоюзный ансамбль «Песни и пляски» под руководством известного композитора Анатолия Новикова, автора таких известных песен, как «Эх, дороги», «Смуглянка» и многих других. Евгений в то время сидел в оркестровой яме и не дыша смотрел на концерт, то, что вытворяют московские гости, и певцы, и танцоры. И надо сказать, завидовал белой завистью, а ночью он долго не мог уснуть. Но зато утром он пришел в клуб, взял баян, сел перед зеркалом и зарядил цыганочку, да не просто цыганочку, а цыганочку с выходом. И надо же было вот так вот судьбе распорядиться, что в это время по коридору шел Анатолий Новиков. Он услышал музыку, заинтересовался, кто же это играет, подошел и спросил у молодого человека, сколько ему лет. Когда Евгений сказал, что в этом году он оканчивает школу, он приглашает его в свой ансамбль «Песни и пляски» в качестве баяниста-аккомпаниатора. «Песни и пляски» «Песни и пляски» «Песни и пляски» Звучит песня. 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 Евгений. Звучит песня.